Google выплатит 90 миллионов долларов, чтобы урегулировать судебный иск в США, пишет издание The Verge. IT-гигант обвиняется в монополии. Он взымал у разработчиков приложений Google Play 30-процентную плату за все транзакции. Точная компенсация будет зависеть от каждого случая, но минимальная сумма составляет 250 долларов. А те, кто пострадал больше всего, могут получить свыше 200 тысяч долларов. Также Google представит уголок инди-приложений, в котором представят приложения от независимых разработчиков и стартапов. Технологии не единственное оружие в борьбе с изменением климата. В этом может помочь и бизнес, пишет Паскаль Дэвис для Евроньюз. Более экологичное ведение бизнеса не только снижает затраты на электроэнергию, но и повышает прибыль компаний и моральный дух сотрудников. Но не все предприятия знают, как это делать. Опрос PricewaterhouseCoopers показал, почти половина из 300 европейских компаний оказались не готовы к зеленому курсу ЕС. Глава компании Watershed Элен Мюллер отмечает. Я думаю, что декарбонизация бизнеса начинается с изучения данных. В конечном счете, если вы собираетесь делать компанию углеродно-нейтральной, но не знаете, где находится углерод, то у вас ничего не получится. Звучит банально, но на самом деле об этом не задумывается большинство предприятий. Предоставление сотрудникам гибридного формата работы, то есть выполнение обязанностей из дома и в офисе – еще один способ сократить выбросы, утверждает директор по устойчивому развитию компании SAP Дэниел Шмидт. Экономика, основанная на возобновляемых источниках энергии, позволит сделать бизнес более устойчивым. Что же касается представителей малого и среднего бизнеса, то они, к примеру, могут покупать сертификаты на возобновляемые источники энергии. Таким образом, они будут финансировать развитие зеленых технологий. Женщины более склонны к развитию болезни Альцгеймера. Всему виной ген МГМТ. К такому выводу пришла группа ученых из Чикагского университета и медицинской школы Бостонского университета, изучив роль гендерных различий в риске развития заболеваний. Результаты доклада опубликованы в журнале Альцгеймер Disease and Dementia. Болезнь Альцгеймера – это прогрессирующее нейродегенеративное расстройство, которое является самой распространенной причиной деменции. Только в Соединенных Штатах с ним столкнулись почти 6 миллионов человек. Чтобы доказать гипотезу, исследователи изучили более тысячи геномов различных групп людей. В первую группу вошли европейские женщины с деменцией, а во вторую – пациентки из США с болезнью Альцгеймера. Примечательно, что у них у всех отсутствовал ген, который чаще всего ассоциировался с развитием болезни Альцгеймера. Ученые также заметили ген MGMT, который отвечает за восстановление повреждения в ДНК. Более тщательный анализ показал – именно выраженность этого гена повышает риск развития нейродегенеративного заболевания. Соблюдение каких ритуалов поможет младенцу уснуть? О советах немецкого врача Наргиспойян кратко рассказывает портал MildBD. На первом году жизни ребенок периодически впадает в фазы глубокого сна. Это важно, поскольку во сне младенец растет, а его организм привыкает к новой обстановке. К ритму день-ночь малыши адаптируются только к 3 месяцам. С этого периода большинство начинают спать по 6 часов подряд, а к полугоду полноценный сон длится до 7-8 часов. Чтобы найти время для отдыха, я бы посоветовала молодым мамам и папам вести дневник сна, подробно документировать, в какие часы их малыш чаще всего засыпает и как долго спит. Это даст им возможность ориентироваться в ситуации и выделить себе время на отдых. Фаза глубокого сна у детей обычно бывает до 11 часов вечера и после 4 часов утра. Но в промежутках случается множество фаз быстрого сна. Ребенок может плакать или разговаривать во сне. Здесь родители могут напеть знакомую мелодию, пошептать что-то успокаивающее или спокойно положить руку на грудь ребенка и нежно погладить ее. Но если ребенок начинает плакать по-настоящему, то его нужно взять на руки и успокоить. Малышу необходим тот, кому он может доверять. Если рядом нет родителей, то уровень стресса у них возрастает, а гормоны стресса остаются в крови на длительное время и отрицательно влияют на развитие. В какое время лучше всего укладывать ребенка спать? Тут все индивидуально. Родители должны понимать, когда ребенок устал. Здесь нельзя пропустить этап, когда он может быстро заснуть. Поэтому по вечерам лучше не играть в активные игры. У малыша, согласно его возрасту, должны быть определенные ритуалы. Так, самых маленьких укладывают спать, напивая колыбельную, убаюкивая, укачивая в кроватки. Если ребенку уже полгода, то его нужно успокоить, поносить на руках. С детьми постарше можно, обнявшись, немного поговорить. К примеру, вспомнить о том, как прошел день. Важно, чтобы родитель был спокоен и в полной мере проявлял свою любовь и нежность.